Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад возможности обратиться к вам благодаря современным средствам коммуникации. То, что смысл электронной эпохи будет непонятен без обращения к такому периоду жизни человечества, как бесписьменное общество. В библиотечной истории о бесписьменном обществе не очень принято говорить. Почему? Потому что библиотеки возникли после изобретения письменности и в своей истории бесписьменного общества не знают. Вместе с тем человечество знает этот период. Речевая коммуникация возникла примерно 100 тысяч лет тому назад, а письменность около 8 тысяч лет тому назад. Это не то средство, которое можно по нашему желанию использовать для продвижения интересов библиотек, их продуктов и услуг. В определенном смысле, конечно, можно использовать, но в то же время непонятно, кто кого использует больше. Библиотеки ли, например, социальные сети для продвижения себя, или же социальные сети затягивают библиотеки, чтобы трансформировать в соответствии с целями и задачами вот самой электронной среды. Американский философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер показал, что социальная память человечества имела два коренных перелома. Первый коренной перелом произошел при переходе от бесписьменного общества к письменности, когда социальная память, устроенная сетевым образом, то есть все тогда в первобытных племенах запоминалось, когда память стала документальной. Пророк информационного века Маршал МакЛюэн воспринимал всемирную историю через призму эволюции средств коммуникации. Согласно его теории, существовал первоначальный баланс чувств человека до письменной эпохи. Потом этот баланс был нарушен в пользу глаза с изобретением фонетического алфавита и в тысячу раз усилен, подобно взрыву бомбы, в момент изобретения книгопечатания. И это движение ускоряется с момента изобретения всемирной паутины Тимом Бернерсом Ли в 1989 году. И дальше стремительно эволюционирует интернет. Мы знаем уже стадии этой эволюции, ВЭП-1.0, ВЭП-2.0. Сейчас формируется ВЭП-3.0, предсказывают появление ВЭП-4.0. В сторону. В какую же сторону он эволюционирует? В сторону. Второй сценарий, негативный и тоже возможный для нашей планеты, заключается в том, что мировая элита при помощи современных информационных технологий добьется власти над всем остальным человечеством, контролируя не только их действия, но также мысли и чувства. В Европе и США тоже в 1990-е годы начинают появляться исследования, которые трактуют всемирную паутину как прообраз будущего коллективного интеллекта, философски и научно предсказанного в виде концепции ноосферы Леруа, Теяром де Шарденом и Вернадским. Появляются работы на эту тему и ведутся исследования в крупнейших университетах и научно-исследовательских институтах мира. Какое место в этих процессах занимает Россия? В России в 2014 году формулируется Национальная технологическая инициатива НТИ. Это государственная программа мер по поддержке развития в России отраслей, которые в течение 20 следующих лет могут стать основой мировой экономики. Нейронет станет следующим этапом нынешнего интернета, в котором взаимодействие участников человек-человек, человек-машина будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов. Нейрокомпьютерные интерфейсы можно понимать в виде шапочек, которые надеваются на голову, либо они будут встроены уже в наше тело. Традиционная стратегия заключается в том, что меняется среда, мы потом к ней приспосабливаемся методом проб и ошибок, положительный образ остается, отрицательный отвергается, и он волной распространяется по сообществу. Представьте себе, пожалуйста, ситуацию, если одновременно приходят в мир 15 разных технологий, начинают его менять, мы не понимаем, что происходит, как можно сориентироваться. На мой взгляд, можно сориентироваться только одним способом. Это должно быть опережающее образование. Мы должны понять суть этих технологий заранее, чтобы спроектировать свое вхождение в этот мир. В заключение я хотел бы поделиться практическими рекомендациями для методистов и библиотекарей практики. Ренессанса в том старом смысле уже не будет, но библиотеки могут занять свое достойное место в новой формирующейся реальности раннего этапа становления ноосферы коллективного интеллекта человечества. Большое спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин